Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Да. Ещё раз добрый вечер, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня у нас в гостях открывает новый сезон Людмила Соколова. И мы, конечно, должны сказать всем нашим зрителям и слушателям, и в том числе поклонникам Людмилы Соколовой, друзья, 10 сентября, пожалуйста, будьте непременно на Цветном бульваре, на Трубной площади, потому что день рождения Москвы, день рождения телерадиоканала Страна ФМ и большой концерт. И Люда, кстати, нам обещала исполнить ни одну, ни две, а больше песен. Так что сбор в 15.30. Да, проходите обязательно, мы вас очень ждём, очень ждём. Артисты, они же такие старательные люди, они всё делают для зрителя и хотят отдать по максимуму, поэтому чем больше вас будет, чем внимательнее вы будете вместе с нами петь, тем больше настроения будет вообще в этом празднике, приходите обязательно. Скажи, пожалуйста, ты сразу вот, став артисткой, перестала бояться больших скоплений людей, больших залов? Да я никогда не боялась, мне наоборот по кайфу, потому что это же праздник души. Чем больше, тем лучше. Да, у меня даже, знаете, однажды было много-много лет назад, был день города Нижний Новгород, когда я ещё там жила, и я же там училась в Ильязи. И помню, когда мне предложили спеть песню «I will survive», помните, есть такой хит Глории Гейна, рассказали, что ты будешь его петь прямо перед салютом на день города на площади Минина и Пожарского. А представьте, там огромная площадь, потом идёт улица пешеходная, Свердловка, а потом, Большая Покровка она теперь, а потом идёт площадь Горького ещё. И вот это всё было просто людьми забито. А был проливной дождь, все стояли с зонтами, и я помню, как я вышла на очень высокую сцену, сумасшедшее какое-то ощущение, когда кажется, что слушает весь мир. Все с зонтами, льёт дождь, я пою эту песню, и все поют вместе со мной. Да, мне кажется, это было некое такое... Крещение боевое. Сверху, это для меня было что-то как подарок, потому что меня подготовили, потому что когда ты находишься вот один раз в таком, ты уже можешь потом куда угодно прийти и где угодно спеть абсолютно. Люда, а был ли фейерверк в итоге? Был, конечно. Сразу после песни, ещё не закончилось даже за 5 секунд до окончания песни, был вот этот взрыв на весь город Нижний Новгород. Просто думал, дождь, может быть, и решили отменить. Всё было. И Люда вместо фейерверка... Люда вторую песню, да? Было всё, абсолютно. Блистательно выступала. Так что бояться нет. А что касается вообще просто выхода на сцену, конечно, мы все волнуемся. Очень. Ну, а если человек, мнение которого ты очень боишься, опасаешься на этой планете, да? Нет, есть... А скажем так, мнение не совсем хорошего, предположим, да, как будто осуждающего мнения, что-то не понравится, что ты исполнишь. Вы знаете, я встречала различных людей, которые, не зная артиста, не обязательно обо мне говорят, а просто об артисте говорят какие-то вещи нехорошие. Честно говоря, хотела попросить вот таких людей, которые, может быть, сейчас слышат это или видят, очень хотела попросить, что прежде чем что-то писать или говорить, нужно обязательно познакомиться с этим артистом. Через его песни, через какие-то видео, через интервью, через его концерты, побывать где-то хотя бы. Потому что это настолько непросто, жизнь артиста. Это целая история большая. Эту историю нужно знать. Потому что люди, которые пишут, ну, всякие пакости, скажем так, они ведь только показывают свою глупость, когда они так пишут. И это я, опять же, не о себе, не в свою сторону, когда я читаю что-то или изучаю. Просто я защищаю всех, кто действительно артист. Ты знаешь, Лидочка, я хочу что-то на это тоже добавить. Может быть, и тебе, и тоже тем, кого обижают какие-то замечания. А это просто надо понимать, что это такие люди, которые, они напишут и артистам, они и в магазине, они и в машине за рулем. И не важно с кем. Ну, я же профессионист. Мне хочется, чтобы все были хорошие. И лишь бы его лить, и лить, и лить. Вот просто то, что здесь действительно, не надо ничего личного, что называться, именно в свою адрес принимать. И я не боюсь, мне важны очень мнения людей-профессионалов, например, таких, как Алла Борисовна Пугачева. Вот это мне очень важно. Алла Борисовна тебя очень любит. Любит, конечно. Любит, конечно. Люсенька, Люсенька, да. Да, и всегда говорю, что это моя вторая мама, потому что с детства я мечтала с ней познакомиться. И вот теперь мы уже знакомы, и много-много раз уже виделись, и вообще уже как родные. И поэтому для меня Алла Борисовна это авторитет, причем серьезно. Скажи, пожалуйста, какие качества, по-твоему, Алле Борисовне позволили стать певицей номер один в этой стране? Вот ты знаешь ее? Да, вообще Алла Борисовна с такими мужскими, бойцовскими качествами характера. Это человек, который, ну, просто как броня. Он может пробивать абсолютно все. Я имею в виду Алла Борисовна, в частности. Это помимо грандиозного какого-то таланта, помимо того, что это не просто талант, во-первых, у нее огромная работоспособность. Она работала и оттачивала грани этого таланта практически всю свою жизнь. Мне кажется, она и по сей день этим занимается. Но ты же тоже этим занимаешься. Конечно, конечно. Я не могу, вот, как есть у Буйного песни, лучше уж никак вместо как-нибудь. Вот это вот правда. Это мой девиз. Мне нужно, чтобы это было прямо вот. Ну, желательно, если позволяет здоровье. И вообще я стараюсь не ссылаться на здоровье, никому не жаловаться, ну, в общем, просто выходить и петь, как это было, кстати, в проекте «Точь в точь». Когда я проболела гриппом практически весь проект, ну, так получилось. И мне приходилось с собой бороться и живьем исполнять, несмотря на больной голос, все вот эти песни чужими голосами, несвойственными мне. Ну, в общем, вот так. Ну, надо же беречь себя. Как это же тоже? Ты подвергаешь огромному риску своей связкой. Сашенька, я об этом даже не рассказывала. Вот сейчас я вам это по секрету говорю. Уж раз мы об этом заговорили. Но вообще, когда рассказываешь все, наверное, не очень интересно. Ты же артист, ты должен выходить и, в общем, быть артистом. Как Алла Борисовна говорит, она, кстати, говорит, что как только я иду до сцены, я еле иду. Как только я захожу на сцену, со мной происходят чудеса, и я становлюсь артистом, наконец. А потом она снова сходит со сцены и снова еле идет. Я много раз это, кстати, видела, как так происходит. И для меня, у меня тоже бывает, наверное, я уже старею. Ну, здравствуйте. Перестаньте вести такие разговоры. Ты просто расслабляешься, все в порядке. Выхожу на сцену, откуда что берется, кстати. Кстати, о расслаблении. Мы поняли, как ты работаешь. Мы знаем твои песни. А как же ты отдыхаешь? Лето же было, Людмила. Я отдыхаю. Все лето, это три аккорда практически. Да, все лето, три аккорда. И вот, собственно... И запись песни, и съемки клипа. Премьера у нас состоялась, и сегодня мы обязательно ее посмотрим. Посмотрим, да. И попросим, чтобы ты рассказала нам. Там невероятная история, конечно, очень важная. Да, это я расскажу чуть-чуть позже, но вообще много всего происходит. Мы же готовимся, готовимся к сентябрю, уже даже к Новому году, как моя мама однажды. А что, разве новогодние программы и не в Новый год записываются? Это как бы не знала только, наверное, моя мама. Ну, или просто вот люди, которые простые, смотрят телевизор. Но на самом деле мы готовимся и вплотную за год заранее к каким-то очень серьезным вещам. Я вот готовлюсь к своему концерту. Мне очень хочется, чтобы он состоялся, такой разноплановый концерт с разной музыкой. И с испанской, и рок-музыкой, и поп-музыкой. И чтобы я там смогла все-все-все спеть и показать. О, и так много всего, что я даже могу рассказывать годами о том, как я не отдыхаю, как я не отдыхаю. Я вообще не отдыхаю. Ну что, друзья, настало то время, когда мы должны с огромным удовольствием в очередной раз посмотреть клип Людмила Соколовой «Люда хочет войти». Танцуйте! Что еще добавить? Подпевайте, и пусть ваша жизнь будет лучше. Внимание на экраны.